Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 2 декабря, Православная Церковь совершает память преподобного Илариона Грузина Чудотворца. Преподобный Иларион Чудотворец родился в 816 году в Кахетии, Восточной Грузии. Он происходил из рода грузинских князей Вачнадзе Данаурия. В мальчике очень рано проявилась склонность к подвижничеству. В 9 лет он знал наизусть Евангелие, а 12 лет был пострижен в монашество в обители, основанной его отцом. В 16 лет юноша переселился в Давида-Гориджийскую пустынь. Здесь преподобный Иларион провел отшельником 10 лет. Непрестанными молитвами, слезами, безмолвием, бдением и постничеством он стал известен всей Грузии. Но слава была чужда преподобному, приняв сан Ирии, он уклонился от предложенной ему в Грузии епископской кафедры в Сагариджо, в Кахетии, и удалился в святую землю на поклонение гробу Господню. 17 лет святой Иларион провел в Иорданской пустыне, живя в пещере святого пророка Ильи Фесвитянина, которая некогда служила жилищем и святому Иоанну Крестителю. Здесь ему во сне явился ангел Господень и призвал преподобного поспешить в Грузию, чтобы застать в живых своего отца. Святой Иларион отправился на родину, где после кончины своего родителя устроил из отчего дома монастырь. Постриг в монашество мать и сестру и оставался при этом монастыре до смерти своей матери. Затем он отдал половину своего имения Давида Гориджийскому монастырю, а другую половину разделил нищие братья и отправился в Константинополь. Поклонившись святыням царь Града, святой Иларион удалился на гору Олимп в Малой Азии, где около 864 года основал грузинскую обитель. Здесь он пробыл пять лет. За это время стало известно о многих исцелениях, совершенных преподобным силой молитвы, крестного знамения и миропомазания. Избегая славы, святой Иларион отправился в Рим на поклонение гробам святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По пути он посетил Константинополь и Фессалоники, совершив несколько исцелений – садовника и отрока, имевших сухие ноги. На обратном пути преподобный Иларион вновь остановился в Фессалониках, где провел три года. Известно чудо, когда плененный скифами диакон из церкви во имя святого великомученика Дмитрия Солунского освободился от оков, молитвенно призвав помощь святого Илариона. Святой Иларион был извещен о своей кончине за 40 дней, и за три дня до смерти он приобщился святых тайн, простился с братьями и затворился в своей келье. Он мирно отошел ко Господу 19 ноября 875 года. Честные мощи его были опущены в каменный склеп, а по прошествии 40 дней прославились исцелениями, приходивших к ним с верою. По распоряжению императора Василия Македонянина мощи святого Илариона были перенесены из Фессалоник в Константинополь в 882 году. Император предполагал положить их в царские палаты, но святой Иларион явился ему во сне и указал, чтобы мощи его были положены в новоустроенном храме в честь святых апостолов близ Босфора Фракийского. Грузинская церковь в IX веке причислила преподобного Илариона к лику святых и установила ему память 19 ноября по старому стилю. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Пророка Авдия, мученика Варлаама, преподобных Варлаама и Иосафа, царевича индийского и отца его Авенира царя, святителя Филарета, митрополита Московского, преподобного Варлаама, игумена Печерского в ближних пещерах. Празднуется обретение мощей преподобного мученика Адриана Пашихонского Ярославского, мучеников Азы и с ним 150 воинов, мученика Илеодора, преподобного Порфирия Кавсакалевита, священномученика Иоанна Вишневского пресвитера, священномучеников Порфирия, епископа Симферопольского, Иосафа, епископа Чистопольского, Сергия Махаева, Михаила Дмитриева, Александра Мишутина, Иоанна Малиновского, Константина Михайловского, Александра Сереброва, Игнатия Теслина, Иоанна Пирамидина, Семена Кривошеева, Иоанна Флоровского, Иакова Бриллиантова, Дмитрия Куклина, Иакова Передерия Пресвитера, преподобно мучеников Иосафа Крымзина, Геннадия Ребезы, Петра Мамонтова, Герасима Сухова, Михаила Кванина, мучеников Валентина Корниенко, Петра Антонова, Леонида Салькова и Тимофея Кучерова. Совершается празднование иконе Божией Матери, именуемой в скорбях и печалях утешения. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тиза именинства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!